Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. О главных событиях расскажем прямо сейчас я и мои коллеги. Итак, сегодня выпуски. Отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и дорожных знаков, где в Крымском районе решают эти проблемы. Знаковое событие для крымских подростков. Главный документ им вручили в Великий праздник. С размахом и показать, чьи юбилейную дату отпраздновала станица Варениковская. Сотни тысяч россиян 9 мая вышли на площади своих городов, чтобы отдать дань памяти подвигу тех, кто сражался за родину в Великой Отечественной войне. С портретами родных люди прошли в строю. Хором пели военные песни, День Победы, Катюшу, танцевали вальс и пробовали солдатскую кашу. Восьмитысячный бессмертный полк прошел по улицам Крымского района. Бессмертный полк 2017 в Крымском районе стал самым массовым за всю его историю и собрал более 8 тысяч человек. С портретами своих близких, боевых солдат и офицеров люди прошли по центральным городским улицам. Артем Дющенко в этот день в строю вместе с отцом. Они вместе вспоминают деда. Мой дедушка, доченька Николай Николаевич, потом работал заряжающим 125-мм орудия. Потом уже после войны служил на Ланайской артемии. Я горжусь своим прадедушкой и хочу стать военным. Евгений Лесь в акции «Бессмертный полк» участвует каждый год. Вот и на этот раз вместе с ним шествуют два его деда. Для меня сегодня большой праздник отдать долг и поблагодарить своих дедов, прадедов за эту великую победу. Колонну «Бессмертного полка» возглавила техника военных лет. Митинг памяти прошел у Вечного огня, где захоронены тысячи советских бойцов. Мы чтим память погибших и отдавая им дань памяти, не скакланируемся ветеранам, рядовым офицерам Советской армии, солдатским вдовам, малолетним узникам, труженикам тыла. Всем вам, дорогие крымчане, с праздником вас, с Днём Победы. Память павших и тех, кто не дожил до этого Дня Победы, участники митинга почтили минуты молчания. Тишину разорвали выстрелы и началось возложение. Подножие памятника легли венки и цветы. В этот день впервые вместе с крымчанами скорбила и делегация из Абхазии. 26 человек из соседней республики решили побывать на полях былых сражений своего деда и прадеда Тараса Гергия, который сражался за освобождение Крымского района. Эти места они искали 70 лет. Это историческое событие для всего родства Тараса Гергия. Со дня его гибели 44 года прошло впервые. Родня посещает такой мемориальный комплекс. Это, конечно, тяжело, конечно, жутко, но и радостно, что такое поколение унаследований сегодня присутствует, где он захоронен. Главные праздничные действия Крымского района развернулись на высоте 121,4. Здесь у мемориала «Собка героев» после концертной театрализованной программы прошло торжественное памятное мероприятие. Уважаемые ветераны, огромная честь быть вашими потомками. Спасибо за то, что и сейчас не остаетесь в стороне. Помогаете воспитывать поколения таких же самоотверженных, смелых и ответственных людей, настоящих патриотов. Имена погибших навечно в нашей памяти. Мы должны помнить, новая война начнется тогда, когда вырастет поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить память о наших героях и продолжать славу Отечеству добрыми делами. После минуты молчания вначале ветераны, а затем и все гости, возложили венки и цветы к памятнику неизвестному солдату. И начался аппарат. Тржественным маршем прошли военные казачества кадеты. После всех, кто был на этой высоте, угощали солдатской кашей. А ветераны в эти торжественные минуты вспоминали свой далекий 45-й. Выскочил из вагона, а там стоят солдаты. Они меня подхватили, вставай подбрасывать. Победа, сестра, победа! Все целуют, все плачут. Все рады, очень ждали. Во-первых, все время хотелось дожить, молодые, хотелось жить, не хотелось умирать. И быть искалеченным, понимаете. У меня подруги там, одна без ноги, одной осталась, другая без двух ног осталась. Вот такое. И я все время молила Бога, чтобы мне остаться живой и здоровой. И говорила, если только я стану жива и здоровой, я самый счастливый человек. Праздничные гуляния в День Победы длились до позднего вечера. Все праздновали Победу и желали друг другу мира, чтобы никогда на земле не было войны. Вам, ветераны, благодарны мы, обязаны и жизнью, и свободой. Ветеранов войны, участников боевых сражений, тружеников тыла, узников концлагерей, 72-й годовщиной Великой Победы поздравил исполняющий обязанности главы муниципального образования Крымский район Сергей Лесь. Вера Афанасьевна Гончарова, ветеран Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая со слезами на глазах вспоминает о далеких сороковых. Особенно печально говорить о том и дне, когда советский народ узнал о нападении фашистских войск на Советский Союз. Как только объявили по радио, мы на улице были, где молодыми же были, воскресный день. И когда объявили эту войну, люди бежали со слезами на глазах и всё. Мы пробежали домой, обнялись с родителями, со своими, тоже плакали. В юности Вера Гончарова была худощавой, высокой девушкой. Поэтому солдатское бандирование для неё найти удалось не сразу, говорит ветеран войны. Да и сапоги пришлось одеть аж 42-го размера. Других не нашлось. Воевала Вера Афанасьевна связисткой в отдельном батальоне связи в городе Павловграде. За свои героические подвиги убелённая сединами женщина имеет множество орденов и медалей. Много горестей и бед принесла страшная война. Но советский народ не сдался. Нам удалось выстоять, выжить и победить. За время войны связистка Вера, так называли её боевые товарищи, стала женой командира полка Григория Гончарова. Именно под его командованием солдаты осуществили прорыв голубой линии, освободив хутора и станицы нашего района. Очень крепко вас уважаем, очень крепко вас любим и вами гордимся. С днём победы, с наступающим. Спасибо большое. Сейчас Вера Гончарова вместе со своей внучкой часто любит листать семейный альбом. И каждый раз на глазах выступают слёзы. Ведь война унесла самых дорогих её сердцу людей. А вот Валентина Леся, участница боевых сражений, на момент вражеской оккупации ей было чуть больше 16 лет. Будучи совсем юной девушкой, Валентина Алексеевна ни на минуту не задумывалась о том, чтобы отсидеться в стороне. Вместе с подругами она помогала строить бомбоубежище и рыть окопы, работала на кухне при воинской части. Затем, с отличием, окончила курсы радиотелеграфистов и служила на автомобильной радиостанции до конца войны. Валентина Алексеевна, поздравляю вас искренне с наступающим Днём Победы. Желаю, самое главное, крепкого здоровья, чтобы без отдышки подниматься до пятого этажа и спускаться обратно. И самых-самых долгих лет жизни. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо, Мэдэн. С праздником. Здоровья вам. Пусть всегда мужчины дарят такие большие красивые букеты, и даже здесь будет такая яркая. Вы у нас единственный ветеран, который еще очень крепкий на ногах и посвящает абсолютно все мероприятия. Терпение, силы вам, силы воли, здоровье. Все самое-самое хорошее. Поздравить ветеранов боевых сражений пришли и юные музыканты. Ребята исполнили для виновниц торжества песни военных лет. Казаки, казаки, еду и душа, иду наши казаки. О победе любят вспоминать и Октябрина Левентова. Когда началась война, ее, 19-летнюю девушку, призвали в армию и сразу направили в Новороссийск. 454-й зенитно-артиллерийский полк. В самый канун Великого праздника к Октябрине Иосифовне с цветами, подарками и поздравлениями приехал руководитель района. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, не болеть, жить еще долго-долго и долго и помогать нам, советовать, учить на сумму разума. Спасибо вам за то, что вы действительно внесли такой огромный неоценимый вклад, отстояли нашу Родину и дали действительно нам хорошее, светлое будущее, хорошую жизнь. Низкий поклон вам, мужественные фронтовички Великой Отечественной войны. Каждое новое поколение с благодарностью и бесконечным уважением будет говорить вам спасибо, дорогие ветераны. Память о них всегда с нами. В преддверии Великого Дня Победы крымчане почтили память советских солдат, казненных в самом центре станицы Крымской в годы войны. Сейчас на месте их гибели установлена памятная мемориальная доска. Постарела мать за много лет, о вестей, о сыне нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. На территории бывшего колхозного рынка ныне расположено здание, принадлежащее Крымскому райпо. 7 января 1943 года были казнены через повешение 16 советских патриотов, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками. Сегодня мы пришли на это место, чтобы отдать дань уважения простым советским гражданам, которые были замучены на этом месте гитлеровскими палачами. Дорогие друзья, очень важно помнить события минувшей истории, чтить память о великих героических подвигах наших соотечественников, отдавшим свои жизни в боях за свободу и независимость нашей страны. На митинг памяти собрались учащиеся городских школ, жители Крымска, ветераны войны и труженики тыла, представители власти, молодежь, участники боевых сражений за станицу Крымскую. Эта война была самая страшная, которую можно назвать. Именно здесь, у нас, на Кубани, у нас в Крымском районе, каждая пять земли полита кровью и наших солдат, и фашистских. Но они пришли к нам, а мы знаем слова истории. Кто с мечом придет на Россию, от меча и погибнет. В день памяти и скорби павших героев почтили минутой молчания. К мемориальной плите возложили живые цветы и венки. И память нам покоя не дает. В Кеслеровском сельском поселении произошло знаковое событие. На могиле военного летчика, гвардии старшего лейтенанта, дважды кавалера Ордена Великой Отечественной войны, Виктора Афанасьевича Раткевича, установили памятную плиту. Подробности прямо сейчас. В церемонии открытия памятника приняли участие почетные гости, ветераны войны, представители районной и сельской администрации, школьники и жители поселка. Всего два года назад останки летчика были найдены, идентифицированы и преданы земле. На момент гибели старшему лейтенанту Раткевичу было всего 28 лет. На его счету 9 сбитых самолетов противника. Неравный бой в небе над Крымским районом для летчика оказался последним. В последнем неравном бою он сумел все-таки выпрыгнуть из горящего самолета, но фашисты догнали его на земле и уничтожили. Отстреливался Виктор Афанасьевич до последнего патрона и последний патрон он оставил себе, не дался в руки врагам. Поисковую работу по определению останков советского летчика проводили частное охранное общество «Казачий спас» во главе с Ярославом Ваняном и руководителем краевой и Краснодарской общественной поисковой организации «Кавказ» Николаем Клименко. С участием добрых людей за счет их меценатства и такого чистого сердца мы все вместе сделали памятную плиту на месте, где он захоронен. Хочется поблагодарить всех поучаствующих в этом, я считаю, очень важном процессе, когда мы укрепляем память и способствуем передаче нашим потомкам того самого бесценного, что оставили наши деды. Это дух советского народа и стойкость перед любым врагом. Помощь в изготовлении памятника оказало предприятие системный алюминий «Астек-МТ», руководит которым Азиз Баснаев. Памятную плиту торжественно открыли под звуки гимнов России и Кубани. Память героя войны почтили минутой молчания. Первым шагом во взрослую жизнь является получение паспорта. Гордость от того, что еще вчерашний школьник уже сегодня стал полноправным гражданином страны, переполняет молодых парней и девушек. 9 мая, в день празднования Великой Победы, на импровизированной сцене СКЦ 20 школьникам торжественно вручили паспорта Российской Федерации. Свой главный документ по уже сложившейся традиции юноши и девушки получили из рук исполняющего обязанности главы муниципального образования Крымский район Сергея Лесь, председателя Совета Крымского района Андрея Юшко, начальника отдела полиции Владимира Горлова и руководителя паспортно-визовой службы Македонат-Соцалова. Теперь еще 20 крымских ребят стали полноправными гражданами Российской Федерации. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны. После для ребят и всех собравшихся был дан большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города и района. Немец русский поляк танцевали кроковяк, и гуланцы хороши, тоже пляшут от души. Вот так кроковяк пляшут русские поляк, и гуланцы хороши, тоже пляшут от души. Кадеты и юные казачата парадным маршем прошлись по главной улице Крымска. Казачий парад стал одним из важных событий в день празднования Великой Победы. Продолжение темы в материале моих коллег. Торжественное построение казачат и кадетов состоялось на улице Ленина перед социально-культурным центром. Казаки – наша помощь и поддержка, защита и гордость. В страшные дни времен Великой Отечественной казаки всегда были на передовой, не щадя собственной жизни. Они бросались в пекло сражений, героически защищая Кубань и свое отечество. Атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, обращаясь к участникам парада, выразил огромную надежду на молодое поколение юных казачат и кадетов. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам за то, что вы делаете святое дело, укрепляя обороноспособность нашего государства. Я не оговорился, невзирая на то, на ваш юный возраст, вы одели в погоны и прошлись по улицам города с троевым шагом. Открыл парад командный расчет Крымского филиала Кубанского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Михаила Бабыча. Он же получил почетное первое место. На втором класс казачьей направленности школы хутора Евсеевского, третье у средней школы номер 24. Главный морозный расчет наших детей, будущих защитников отечества. Сегодня в школах Крымского района открыты классы казачьей направленности. В них организована работа с юными казачатами в духе исторических и культурных традиций кубанского казачества. Во всех мероприятиях активное участие принимают и казаки Крымского районного казачьего общества. Ребята из казачьих классов участвуют в параде 9 мая. Теперь это стало уже доброй традицией. Проблемы селян на этой неделе решал исполняющий обязанности главы муниципального образования Крымский район. С рабочим визитом Сергей Лесь побывал в селе Фадеево. Решенных вопросов в этом населенном пункте накопилось много. О самых главных из них в репортаже Натальи Корня. Исполняющий обязанности главы района Сергей Лесь серьезное внимание уделяет проведению информационных встреч с населением, считая живое общение одной из эффективных форм обратной связи с жителями. На этой неделе руководитель района со своими заместителями побывал в селе Фадеево. На встрече с селянами оживленное обсуждение вызвало вопрос о сорной растительности, грудь мусора и железных отходов на территории школы. Сергей Лесь указал на недоработки руководителя этого учебного заведения. Я вас проведу экскурсии на Евсеевскую школу. Отдаленные хутора, школа отдаленнейшие хутора, они тоже за 60 километров от города. Чистенькие, аккуратненькие, бедные, но чистенькие, аккуратненькие. У вас относительно чистая школа, но двор такой не должен быть школой. Также говорили о наболевшем. Это соседство фадеевцев с мусорной площадкой, расположенной неподалеку от этого населенного пункта. Беспокойство у жителей вызывает и дорога, ведущая к природному роднику. Трасса является федеральной, транспортный поток, особенно в летний период, довольно высокий. А вот знаков об ограничении скоростного режима, как не было, так и нет, как нет и пешеходного перехода. Сейчас самое главное, что нас заботит и за что мы переживаем, это соседство непосредственно с Анапским районом, это площадка мусороперекузочная, от которой идет как раз подземная река. Вносят изменения в дислокацию дорожного движения, дорожники. Обещали, что к концу июня месяца этот вопрос будет решен. И знак поставится на белом фоне, то есть это будет населенный пункт, соответственно, скорость 60 км в час. Мы разговариваем, также они прорабатывают, чтобы на протяжении этого участка дороги была скорость ограничена до 40 км в час, но только в летний период. То есть на зимний они будут эти знаки убирать. Говорили на встречу о ремонте дорог, прокладке новых тротуарных дорожек и уличному освещению. Где у нас ходят дети, школьный автобус подъезжает по нашей улице Мира. Там вообще они идут просто, там же нет у нас ограничителя ни одного. Я живу улица Мира 4. Они летят с Чикона, скорость не ограничена. Они к нам в забор уже залетали, машины оттуда, потому что ни с той стороны нет поделок, ни с этой стороны. И дети утром идут. Ни остановки, ничего там нет. Они идут до везде. Где придется, как придется, и вот такие, и вот такие. Они идут просто одни. Обсудили строительство новой модульной детской площадки. Место и средства на ее возведение уже выделены. Руководитель района обозначил срок сдачи ее в эксплуатацию. Сельская школа Фадеева требует ремонта. В первую очередь необходима замена кровли и напольного покрытия. Смета для этого уже составлена. Вопрос стоит в финансировании. Сергей Лесь дал поручение в ближайшее время приступить к ремонтным работам. Сейчас 3 миллиона мы изыщем из тех денег, что пришли говорить, что это мое поручение, так, в новый сезон новая кровля должна быть на этой школе. Все, мы ее ремонтируем со всеми отливами, водостоками, полы, менями. Еще один главный вопрос – газификация хутора. Каждый из селян хочет скорее получить голубое топливо в свой дом. Наш поселок, весь, уже давно отчитались, еще 20 лет назад, что весь полностью газифицирован. Улица школьная, она вообще без газа. Ни в одном доме нет газа. На улице живут только одни пенсионеры. Нас обещали поставить в Вальниковском администрации, что нас, ну, короче, хотя бы когда стремно сделать нам паспорт или что, на проведение газа. Проект. Проект, да. Куда мы не бьемся, сюда не бьемся, ни въеду нам не ей ничего. Этот вопрос, как и многие другие исполняющие обязанности главы муниципального образования Крымский район, взял под свой личный контроль. В завершении встречи жители Фадеева еще долго не хотели отпускать представителей власти, так как проблем накопилось много. Спортсмены Кубани в ознаменовании Великой Победы. На мемориале сопка героев дан старт в всекубанской эстафете. Традиционно в акции приняли участие более 300 человек. С места событий наш видеорепортаж. От подножия до верхней точки легендарной высоты 121,4 пробежали участники эстафеты. Школьники, кадеты, учащиеся в профессиональных учебных заведениях, преодолели победный забег всего за 4 минуты. Эстафета, которая ежегодно проводится в честь Дня Победы, это не только спортивное мероприятие, а скорее дань памяти тем, кто погиб, защищая родину и знак уважения ныне живущим героям войны. В эти майские дни страна чествует ветеранов войны и чтит светлую память тех героев войны, которые не вернулись с полей сражений, но они своим подвигом внесли в общую победу большой вклад. Мы с вами сейчас живем, трудимся, воспитываем детей, внуку, правнуку и так далее. Свободно живем. Серьезные отношения к спорту – это кубанская традиция. Сразу после освобождения Кубани от фашистской оккупации одним из первых документов Краснодарского крайкома партии стало решение о том, чтобы обеспечить детей и подростков занятиями физкультурой и спортом. Еще тогда, в далеком 45-м, в крае уже утвердили календарный план спортивных мероприятий. Сегодняшняя эстафета, в которой принимали вы участие, вы преодолели эту дистанцию за 4 минуты. А наши с вами соотечественники, в том числе и ребята такого же возраста, как и вы, стоящие здесь, преодолевали эту полосу в течение 4 месяцев, для того, чтобы высота 121,4 была очищена от фашистских оккупантов. Минуты молчания почтили всех погибших в годы войны. После участники акции возложили цветы к подножию памятника. Станица Ворениковская отметила 155-летний юбилей. С раннего утра на главной площади поселения развернулись праздничные гуляния. И старый млад пришел поздравить родной своему сердцу уголок с днем рождения. О том, как встречали праздник, смотрите прямо сейчас. На главной площади станицы собрались жители и гости Ворениковской на праздничный концерт. С юбилеем станицы Ворениковцев приехал поздравить исполняющий обязанности главы Крымского района Сергей Лесь. Ворениковская станица по праву заслужила статус одной из самых больших и быстро развивающихся станиц Крымского района. Здесь живут и работают более 15 тысяч человек. Это замечательные люди, дружные, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. За последнее время Ворениковская серьезно изменила свой облик. Успешно решаются вопросы газификации, вода и электроснабжения. Благодаря поддержке депутата Госдумы Ивана Демченко на территории поселения идет строительство детской школы искусств. От имени Совета муниципального образования Крымский район я рад поздравить вас с Днем Станицы. Станице 155 лет. За это время Станица пережила и нашествие горцев, и фашистское нашествие, но всегда восстанавливалась из руин. И прежде всего благодаря своим жителям, мужественным, профессиональным, трудолюбивым людям. И сейчас, благодаря вашему труду, с каждым днем Станица становится все краше, все удобнее для жизни. 155 лет назад казаки решили основать Станицу на левом берегу Кубани. Сначала они заложили и осветили храм. Это случилось в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Так, 6 мая 1862 года на карте появилась Станица Ворениковская. Ворениковская родная, в краше мире тихое, и горит связание указая, над тобою много-много лет. В день празднования юбилея Станицы творческие коллективы подготовили большую концертную программу. На импровизированной сцене выступили кубанский казачий хор и ансамбль песни и пляски пограничных войск из города Героя Новороссийска. Субтитры создавал DimaTorzok На сайте крымсктв.ком Я же на этом прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Всего доброго. Будьте с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА